Доброе утро. Еще раз доброе утро. Дэвид молился, и мы знаем, что Дух Святой здесь. Он будет нашим учителем сегодня. Я уже знаю имена некоторых из вас, но я хочу знать имена вас, все ваши имена. Я знаю Лия. А вас как? Лена. 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 И вы? Татяна. Татяна, Лена, Лия. И Павел. И Олга. Дима. Борис. А, Борис. Борис. Дима. Олга. Павел. Татяна. Лена. Лия. Эндрю. Андре. Так зовут нашего младшего внука. И пока Андрей пишет то, что необходимо нам для урока, я расскажу вам что-то смешное о нашем внуке Андрею. На тот момент он был в первом классе, сейчас он учится в третьем классе. Но в первом классе они учились складывать числа, допустим, один плюс один, там два плюс два. И учительница дала ему, там, работу, которую он должен был сделать на доске. И друг Андрея сказал, о, нет, это так трудно. И Андрея сказал, привыкай, жизнь вся такая. Наверное, он услышал это от папы дома. Сейчас у нас будет краткое повторение. И я спрошу у вас, почему важно изучать имена Бога? Кто хочет ответить? Что? Потому что каждый имя показывает имена Бога. Да, еще есть причина. Да, и вот вчера в начале занятия мы читали стих из Данила 11 главы. И там сказано, что люди, знающие Бога, укрепятся и совершат большие подвиги. Верующие в Ветхом Завете, которые совершали великие дела для Бога, они знали Бога. И мы изучали, как Бог открывался Аврааму. И поэтому важно знать имена Бога, потому что это помогает нам быть сильными верующими и делать то, что Бог от нас хочет. У каждого из нас есть призвание. И в целом это призвание в том, чтобы быть послушными Богу. У каждого из нас есть свое предназначение. И в общем смысле наше предназначение в том, чтобы приносить славу Богу. Бог может использовать вас индивидуально каким-то способом, как вы будете приносить Ему славу. Кого-то другого Он будет использовать по-другому, и тот человек тоже будет приносить славу. Но смысл в том, что вы не сможете приносить Богу славу, если вы Его не знаете. В послании к филиппийцам Павел написал, я все почитаю четою ради познания Господа Иешуа. И в третьей главе Он приводит целый список того, кем Он был, что Он из колена Вениаминова, что Он фарисей от фарисеев. И от всего этого, все это Он отложил ради познания Христа. Он отдал всю свою жизнь Ешуа. Сначала мы принимаем Ешуа как своего Спасителя. И также мы принимаем Его как Господа. Я верю, что вы все приняли Ешуа как своего Господа, иначе вас бы здесь не было. Но есть много христиан, которые приняли Его только как своего Спасителя. И мы не только принимаем Ешуа как своего Господа и Спасителя, но также мы принимаем Его как свою жизнь. То есть для нас Он больше, чем жизнь. Апостол Паул сказал, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Он принял Ешуа как своего Спасителя по дороге в Дамаск, но также он принял Его как своего Господа и как свою жизнь. Спасибо. Теперь давайте повторим. Мы не рассматривали бытие 12 главу, хотя здесь вы ее видите. И дело в том, что когда мы рассматриваем имена Бога, то мы также рассматриваем обстоятельства, в каких эти имена были открыты. Очень интересно, что Авраам был пятым поколением после Ноя. Пять – это число благодати. Ноя – это человек, который служил Богу во время суда. Авраам был призван быть Божьим слугой во время благословения. Через пять поколений Бог призвал Своего слугу. Он призвал его быть благословением. Не судить мир во грехе. Бытие 12 глава – Бог заключает Завет с Авраамом при определенных условиях. Кто помнит, что это были за условия? Вы уже изучали книгу Бытия? Вы помните, что Бог сказал Аврааму в 12 главе? И что еще? И что еще? То есть здесь вот мы видим, что Бог впервые говорит о Завете. И заметьте, что требуется 10 глав. То есть от начала до подтверждения требуется 10 глав. То же самое происходит и в нашей жизни. Бог ведет нас по пути. Бог говорит нам что-то делать. Если мы послушны, то Он открывает нам больше. Он испытывает нас. Он испытывает нашу веру. И Он испытывает наше послушание. Завет имел определенные условия. Авраам должен был выйти из своей родной земли и из дома отца своего. Уйти из дома своего отца – это очень сложно. Это означало, что Он должен отказаться от своего наследства. Потому что земля была его наследством. И Ему нужно было отказаться от того наследства, которое он бы получил после смерти своего отца. Это был большой шаг. То есть для Авраама не было никакого пенсионного плана. Я уверена, что Он взял с собой стада овец, волов, верблюдов, палатки. Но в те дни и в те времена самым большим богатством была земля. И Бог испытывал послушание Авраама. Бытие пятнадцатая глава. Мы изучали это вчера. Здесь мы видим, что был утвержден завет. И Бог открылся Аврааму как защитник и награда. Это имя Бога – Моген. Это пятнадцатая глава, первый стих. Скажите, какие первые слова Бог говорит Аврааму в бытие? Пятнадцатая глава, первый стих. В английском там еще написано «не бойся», у нас этих слов нет. То есть мы вчера это не сказали, но этот завет, он был утвержден на первом пролитии крови. В бытие двенадцатой главе Бог говорит Аврааму о завете. Но в пятнадцатой главе Бог утверждает этот завет, и в доказательство этого приносится жертва, проливается кровь. Кто-нибудь прочитайте стихи с седьмого по десятый. Да, пятнадцатая глава с седьмого по десятый стихи. И сказал ему, я, Господь, что я не знаю, для меня, для меня и для меня. И для меня Божий, поиск. Бог заключает этот завет с пролитием крови, с жертвой, чтобы у Авраама была уверенность, что он действительно наследует эту землю. Что происходит в 11 стихе? Как вы думаете, кто послал этих птиц? Враг послал этих птиц, потому что он не хотел, чтобы был заключен этот завет. Когда вы находитесь в переходном моменте, враг всегда там присутствует. Авраам как раз находился в таком переходном моменте. Завет, о котором говорится в 12 главе, теперь утверждается или подтверждается жертвой и пролитием крови. И сатана не хотел, чтобы этот завет был заключен. И что происходит в 12 стихе? Что произошло с Авраамом? Да, это нормально, это естественно. А что произошло после того, как он уснул? Что Бог сказал Аврааму в первом стихе? Не бояться. Бог его щит. Вы видите здесь связь? Да. Бог знал, что произойдет. Он знал, что враг противостанет этому кровному завету. Поэтому он проговорил к Аврааму еще до того, как произошла эта атака. Не бойся. Кто из вас обучает детей? Кто-нибудь из вас работает с детьми? Ну, как служение, да. То есть, часто сатана атакует маленьких детей через страх. То есть, это первое, что сатана пытается принести в жизнь ребенка. Это страх. То есть, если вы будете работать с детьми, то обязательно учите их, что Бог их щит. И позже я дам вам некоторые места Писания, в которых говорится, что Бог наш щит. Потому что сатана пытается контролировать через страх. Бог знал это, когда говорил Аврааму не бояться. И в 17-м стихе Бог принял жертву Авраама. Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте 17-й стих. 17-й, 18-й. 17-й. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Принимая этот завет, Бог показывает, что это его завет и что он берет на себя ответственность выполнить этот завет. Когда была последняя жертва с кровопролитием для утверждения завета? Это Ешуа на кресте. Был утвержден Новый Завет, частью которого мы являемся. Слава Богу. Okay, in Genesis 17, we studied yesterday, that God is reaffirming this covenant. Что Бог подтверждает этот завет. He established it in chapter 15, now he is reaffirming it. В 15 главе завет был заключен, в 17 главе Бог подтверждает этот завет. And how is God revealed in chapter 17? What is his name that he gave to Abram? И в каком имени Бог открывается Аврааму в 17 главе? God Almighty. Эль-Шадай, Бог Всемогущий. And he also tested Abraham's faith. Бог также испытал веру Авраама. Do you remember what Abraham did when God told him he would have a son? Помните, что сделал Авраам, когда Бог сказал ему, что у него будет сын? He laughed. He laughed. He did not have faith. Да, у него не было веры. And he offered God an alternative plan. He said, let Ishmael, be the one who through whom the inheritance comes. И он предложил Богу альтернативный план, сказав, пусть Измаил будет моим наследником. And what did God say when Abraham said that? И что Бог на это ответил? No. No, not yet. Very definitely not yet. Okay, today we are going to study a new name for God. Сегодня мы будем изучать еще одно имя Бога. Going to be in Genesis chapter 22. Бытие 22 глава. I would like someone, please, in chapter 22 to read verses 1 to 6. Я попрошу кого-нибудь прочитать стихи с 1 по 6. Стой. Спасибо. И попрошу кого-то прочитать с 7 стиха по 14. Спасибо. Спасибо. Здесь мы видим третье имя Бога, ну, если считать вот имя, что Бог наш щит. Это имя Господь усмотрит или обеспечит. И Ягова Иры. И первый вопрос, почему вы думаете, вот Бог испытывает Авраама здесь? Зачем Он его испытывает? Он его испытывает. Да, праведно. Кто-нибудь еще хочет что-то сказать? Обедение. 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 Объяснит подкупший. Объяснитесь. 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 Да, это про образ распятия. То есть Бог никогда не просит нас делать то, что Он сам не хочет сделать. И одна из причин, почему здесь Бог испытывает Авраама, потому что в прошлый раз, когда он испытывал его веру, Авраам рассмеялся. Он отреагировал неверием. Бог очень терпелив. Когда Бог приходит к нам и хочет, чтобы мы что-то сделали, а у нас при этом неверие, то это еще не конец. Он придет и испытает нас снова. В пятнадцатой главе сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Праведность, которая приходит через нашу веру в Бога, всегда будет испытана на послушании. Первая царь, пятнадцатая глава, Самуил говорит царю Саулу, что послушание лучше жертвы. В бытие, пятнадцатая глава, Бог испытывал веру Авраама. А сейчас Он испытывает его послушание. Вы заметили, что в этих стихах, которые прочитал нам Дима, Авраам не спорил с Богом? Он не сказал, Бог, ну ты же сказал. Как же это произойдет? Он этого не сказал. Он не сказал, а можно я принесу жертву первородного тельца? Нет, Он уже не предлагал Богу альтернативный план, как Он это делал в тот момент, когда Бог явился Ему как Эль-Шадай. И здесь Бог испытывает доверие или уверенность Авраама, вот, Богу, Эль-Шадай. Что Эль-Шадай исполнит обетование Завета. Путь к горе Мариа занимал три дня. Возможно, впоследствии эта гора стала известна как гора Сион. В седьмом-восьмом стихе, что Авраам отвечает на вопрос Исаака? Что Бог усмотрит? Да, я уже сама ответила на этот вопрос. А, то есть я сама ответила на свой же вопрос, ну, не дожидаясь вас. Авраам ответил на вопрос Исаака, когда Исаак спросил, отец, а где же жертва? У нас есть огонь, у нас есть дрова, а где же агнец? А в восьмом стихе Бог говорит, Авраам говорит, Бог усмотрит. Я попрошу вас открыть евреям одиннадцатую главу. И давайте посмотрим на 17 стих. Мы начнем читать с 17 стиха. I would like someone to read, please, verses 17, 18, and 19. Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте с 17 по 19 стихи. Вероид Авраам не спорил с Богом. Здесь объясняется, почему Авраам не спорил с Богом. Во что верил Авраам? Да, что Бог может воскресить его из мертвых. Видите, в 15 главе Бог открылся как Эль-Шадай. И здесь мы видим, что Авраам поверил, что Бог есть Эль-Шадай. В 15 главе Авраам не верил, что Бог есть Эль-Шадай, потому что он смотрел на себя. Он смотрел на свою слабость. Но теперь он уже знает Бога, как Эль-Шадай. Когда Бог просит нас сделать что-то сложное, мы сможем пройти это испытание, если будем знать Его, как Эль-Шадай. Вернемся в Бытие, 22 главу. И давайте прочитаем стихи с 15 по 18. 22 глава, с 15 по 18 стихи Бытия. Очень. Продолжение следует... В 12 главе мы видим начало завета, когда Бог сказал Авраму оставить свою землю, свою страну и свое родство. В 15 главе мы видим, что этот завет утвержден жертвой и пролитием крови. В 17 главе мы видим, что этот завет был подтвержден, и Бог открылся как Эль-Шаддай. В 22 главе этот завет был проверен или испытан. Вернее, не сам завет, а человек, который заключил завет с Богом, был испытан. И мы видим, что после этого испытания завет был утвержден. То есть, все, все сделано. И Бог открылся, как и Егова Ира. И все это благодаря тому, что произошло в 18 стихе. А что бы могло предотвратить подтверждение этого завета? Вот в этом испытании. Посмотрите в 18 стихе. Авраам послушался. Если бы Авраам не послушался, то завет не был бы подтвержден в этот раз. Богу пришлось бы ждать до следующего раза, когда он будет испытывать Авраама. И завет был подтвержден. И наша послушание, оно всегда приводит к благословению. И не только для нас, но и для наших детей. И внуков. И будущих поколений. И ключ к нашему обеспечению – это подчинение и послушание. Я правильно поняла, у нас осталось пять минут? Валентин? Пять минут осталось, да? Может быть, у кого-то есть вопросы по этим местам Писания, которые мы читали сегодня? Валентин? Мой муж немного говорил о том, как мы доверяли Богу, что Он обеспечит нас. И в оставшиеся несколько минут я хочу рассказать вам, как Бог обеспечивал нас, когда мы учились в библейском колледже. И я знаю, что вы как раз проходите через это сейчас, и, возможно, ваши друзья тоже. То есть, первый год мы собирали деньги для того, чтобы учиться в этом колледже. Я ушла с работы. Мой муж стал работать меньше. Он работал не 40 часов в неделю, а 20. Он работал на компанию, которая называлась «Техасские инструменты». И когда мы закончили этот колледж, и мой муж перестал работать по 20 часов в неделю, он тогда узнал, что он был единственный человек, которому разрешили тогда работать по 20 часов в неделю. Мы арендовали квартиру, и на второй год у нас закончились деньги платить за аренду. Но напротив нас была квартира молодого студента, который учился на стоматолога. Он заканчивал учебу и должен был съезжать с этой квартиры. И у него была работа, он арендовал телевизоры людям в больнице. Но сейчас вот в наши дни в наших больницах в каждой комнате, в каждой палате висит телевизор на стене. Но в 1961 году все было не так. И вот эта вот работа, арендовать телевизоры, вернее, сдавать телевизоры в аренду, она оплачивала нашу квартиру. Но, как вы знаете, что с каждым годом становится все больше расходов. И этого было недостаточно на третий год. И вот на третий год нам дали дополнительную работу. Мы стали менеджерами вот этих квартир. У нас была двухкомнатная квартира, а в этом здании было 20 квартир. И мы не платили за нашу квартиру, потому что мы работали на владельца вот этого дома. И вот время было зимнее, то есть приближалось Рождество, декабрь. И у нас не было денег на покупку рождественских подарков. И еще у меня сильно болел зуб. Скорее всего, зуб мудрости, он находился под десной. Его нельзя было вырвать. То есть там нужно было делать операцию. Да, это зуб мудрости. И он болел. Мы молились и молились, чтобы Бог обеспечил. Однажды к нам в квартиру постучал владелец дома. И этот владелец, он был фермер. Он был с сельской местности, с пригорода. Но он был очень богатый, потому что на его земле обнаружили нефть. И он сказал, мы с женой очень благодарны вам за вашу работу, и мы хотим подарить вам рождественский подарок. И он дал нам конверт, в котором лежало две 50-долларовые купюры. На 50-долларов я пошла к стоматологу, и мне сделали вот эту операцию и удалили зуб мудрости. Ну, сейчас бы это стоило 500 долларов. А следующие, вернее, оставшиеся 50 долларов мы использовали на покупку рождественских подарков для членов нашей семьи. Вот как Бог обеспечил нас 50 лет назад. И я хочу рассказать вам, как Бог обеспечил нас 50 дней назад. В январе я очень заболела и решила не приезжать в этот раз с Дэвидом. Но в марте я почувствовала, что Дух Святой говорит мне, чтобы я молилась об этом. И я сделала то, что сделал Гидеон. Я разложила шерсть. И я сказала, Господь, если Ты хочешь, чтобы я поехала, то дай деньги на билет, и чтобы эти деньги пришли в одном или в двух пожертвованиях. И вот однажды в марте мой муж пошел проверять наш почтовый ящик. И там был чек на большую сумму. Потом он поехал в церковь. И в течение часа кто-то подошел к нему и дал ему другой чек. Это было два пожертвования. И этого было достаточно для того, чтобы купить мне билет на самолет. Бог — Эль Шадай. Он и Ягова Ира. Он никогда не подведет вас. И Он хочет доказать вам, насколько Он могущественен. И Он никогда не позволит финансам препятствовать исполнению Его воли в вашей жизни. Он обеспечит. Я думаю, время истекло. Да? Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.